Вся европейская и американская средства приблизительно одинаковы по надежности. Они посеяли и через 10 дней горох потух и начались сходы. Комбайн отработал, заходит дискатор и с выхлопной трубы трактором можно дышать. Если покупаешь трактор, лучше сразу взять хороший. Техника это одна из самых важных, пожалуй, составляющих в работе сельхозтоваропроизводителя. Потому что насколько своевременно, качественно будет подготовлена почва, будут внесены удобрения, будут посеяны семена. Насколько качественно и опять же в срок все это будет обрабатываться, ровно от этого зависит количество урожая и себестоимость варечной продукции. Если раньше, много лет назад, с нашими землями мы брали количеством, то есть в каждом колхозе было десятки, сотни комбайнов, также десятки, сотни всевозможных маленьких тракторов. Не было проблем с кадрами, людей хватало. То на сегодняшний день мы наблюдаем такую картину, что вот эти десятки тракторов, десятки комбайнов, десятки селок, десятки всевозможных агрегатов, они уже не нужны. Они абсолютно неэффективны. Люди стремятся к тому, чтобы минимальным количеством механизации, максимально качественно, максимально в сроке, максимально быстро обработать тот клочок земли, которым они владеют. Поэтому сейчас, последние уже, наверное, много, думаю, больше 10 лет, динденсы уходят в том, что люди хотят видеть в себя современную, энергонасыщенную, интеллектуальную, сельскохозяйственную технику. Значит, безусловно, здесь, как бы это там может быть плохо звучало, не знаю, но европейские, американские производители сельскохозяйственной техники ушли несколько вперед от российских. А российские, безусловно, тоже догоняют, тоже мы уже где-то совершенно рядом, но все-таки отставание от техногена, от технологического, оно все равно есть. Значит, что самое важное, на мой взгляд, сейчас при выборе партнера по поставкам техники со стороны сельскохозяйственного производителя? Значит, надежность номер один. Но сегодня, если уж положа руку на сердце, вся европейская и американские средства приблизительно одинаковы по надежности. Вот приблизительно одинаково. Вот сейчас купить там, это, какому, трактор Массейфи, Эрикусон, трактор Флэнд, не знаю, Ваутро. Эти все трактора по надежности приблизительно одинаковы. Цена и интеллектуальная насыщенность техники. То есть она должна быть и доступная по цене, должна не стоить там, как космический корабль, но при этом должна отвечать требованиям сегодняшнего дня, завтрашнего и послезавтрашнего дня. Потому что обновить сразу же технику и купить все суперсовременное, очень дорого. И, пожалуй, наверное, где-то неправильно. Поэтому сегодня человек покупает трактор, он покупает его для работы сегодня, чтобы он был мощный, экономичный по топливу. Завтра, чтобы он мог к нему подсоединить орудия совершенно любых требований, с работой по гидравлике, по электрике, с работой по спутникам. И послезавтра, чтобы в этой технике уже стояли интеллектуальные системы удаленного мониторинга. Это говорит о том, что производитель уже не надо каждый день приезжать в поле, смотреть, он дома с компьютера или там с телефона, с планшета. Он может полностью наблюдать всю работу техники и настраивать работу разных звеньев тракторов нажатием одной кнопки. То есть у одного получается лучше, у другого параметр резко отличается. Он, не говоря ничего о механизаторе, нажимает на кнопки синхронизировать, и два раза начинает работать так, как работает лучше из этих двух, трех, четырех звенья. Это уже система удаленного мониторинга, к которой сейчас мы тоже идем. И это, пускай даже если не завтра, то послезавтра день уж наверняка. Значит, смотрите, по тракторам. У Массеи Фергюсона линейка колоссальнейшая, представлена в России от 130 до 370 лошадиных сил. Там с шагом в 20 лошадиных сил. То есть сельхозтергрузии можно себе подбирать абсолютно любой трактор. При этом все трактора отвечают требованиям сегодняшнего дня. Это очень экономичные машины. Это очень экономичные машины на финских двигателях АК Пауэр. И достаточно легко или нелегко, достаточно спокойно относятся даже к качеству нашего топлива. Они его, простым языком, легко съедают, и при этом абсолютно не портят, не ломаются и так далее. Значит, это уже есть сегодня. В этих тракторах уже заложен потенциал, который даже сегодня не все могут раскрыть. Первое. Это полностью управление со спутниками. Трактора работают на автопилотах. Участие механизатора в рулении, в точности уже не нужно. Трактора сами все это выполняют. В коннекте с спутником, либо с базовыми станциями, которые стоят у производителей. Дальше. Все трактора оборудованы уже самой современной гидравликой. Почему это важно? Потому что сегодня прицепные орудия, селки, всевозможные опрыскиватели, разбрасывающие удобрения, они уже тоже настолько современные, что они уже сами управляют трактором. Вот именно управляют трактором. Селка сама отдает команды трактору, и трактор под требования селки подстраивает и скорость, и поток гидравлики, гидравлического масла, который необходим этой селке. Отсюда появляется суперточность высева, раскладки и так далее, и так далее. Это уже завтрашний день. После завтрашнего дня, с этого года, с сезона 22 года, на все трактора мы устанавливаем уже подготовку по телеметрию. Это то, о чем я говорил. Удаленный контроль техники. Когда человек с любой точки мира может смотреть и контролировать свой трактор. В каком он месте работает, в каких он условиях работает, с какими агрегатами, с какой выработкой, с каким расходом топлива, и так далее, и так далее. Это уже сейчас устанавливается. Поэтому сказать, что сегодня мы продаем современную технику, нет. Мы сегодня продаем уже технику завтрашнего, после завтрашнего дня. Эту технику покупают не большие хозяйства, а продвинутые хозяйства. Продвинутые хозяйства, это не лошадиные силы, однозначно, стоящие там в гараже или там на хоздворе. Это не количество лошадиных сил. Это хозяйства, которые начинают подходить более интеллектуально к самому системе земледелия, которые выбирают правильные севообороты. Раз. Которые выбирают правильные сроки, агрономические, агрономические правильные сроки работы в поле. И под эти сроки уже подстраивают всю свою механизацию. Продвинутые хозяйства те, которые, опять же, считают деньги, считают экономику. Потому что можно накупить там очень дорогих лошадиных сил. И при этом экономика трактора пойдет в ноль, и все это продвинется за консервон через год, когда не сможешь выплачивать по кредитам. Трактора и трактора, это наши тяговые лошади. Они просто тянут за собой что-то очень умное. Комбайн это отдельная история. Так вот, прицепная техника на сегодняшний день, ну, наверное, тоже. Это чуть, наверное, не самое важное, что должно быть. Потому что, а насколько ты правильно посеешь, насколько ты правильно внесешь удобрения, насколько ты правильно разделаешь почву, подготовишь ее к посеву, к парам и так далее, и так далее. От этого будет зависеть, опять же, твой загадочный урожай. И сегодня мы предлагаем системы дифференцированного внесения удобрений. Когда люди делают, уносят удобрения именно туда, где они должны быть. А это в прикорневую систему. Туда, откуда растения легче всего их усваивают и получают максимально, выдают максимально возможный результат. Какие агрегаты? Значит, это агрегаты BlueJet, раз, это внесение сухих удобрений, внесение жидких удобрений, это внесение безводных удобрений, безводный аммиак. Там концентрация удобрений, она в 4-3 раза выше, чем в сухих и жидких удобрениях. Концентрация действующего вещества. Вот эти орудия мы сегодня предлагаем. И люди с каждым годом все больше и больше понимают и начинают их приобретать. Потому что, допустим, по пропашным, по семечку, по кукурузе, чтобы получить урожай достойный, ну где-то 250-300 килограмм нужно внести удобрения. Это либо по листу покормить, либо там с осени заложить в почву, либо весной при посеве заложить. А если мы вносим прикорневую подкормку, тот же самый результат мы получаем, внося 60-70-80 килограмм этих самых удобрений. Когда растение находится в фазе, растение это подсолнечная кукуруза, фазе 3-5-7 листов, когда где-то вот такой высоты, есть определенные междуряди, куда заходит трактор. И специальные рабочие органы прорезают на глубину 10-12 сантиметров, а в стороне от 15-20 сантиметров от растения тоненькую щель, канава, что это правильно назвать, и туда под высоким давлением брызгивается тот же самый касс. Только опять же, норму уже не надо держать, 140-150 литров, а тогда положить 50-60 литров в эту прикорневую зону. И результат получается тот же самый. Это просто, ну, подать удобрение максимально близко к корню. Раз, и второе, чтобы в условиях нашей жары, вечной, летней, чтобы вот эти удобрения не испарились. Если ты брызнул сверху на листья, жара, испарение идет мгновенно. Тем более, эти мелкодисмертные капли, они испаряются просто, 30% сразу же испаряются. Просто сразу же испаряются, когда опрыскиваем. Это эндотехника-блюджет. Сейчас также набирают обороты стриптил. Это когда, ну, сейчас тоже в этом году, в следующий год достаточно большое количество заказов на эти агрегаты, это когда люди с осени закладывают удобрения на глубину 20-25 сантиметров в определенные ряды, в стрипы так называемые. И потом весной по этим же самым рядкам, не сим-карта, а флешка представляется из трактора, который носил удобрения, в трактор, который работает с селкой. И она по этим же самым рядкам ровно над удобрениями закладывает семена. Вы знаете, мы проводили опыт в 19-м году, закладывали 58 делянок, кукурузы, снимечки на разных глубинах, всего-всего. И, как бы это может быть смешно не звучало, но растения и корни растений, они чувствуют, что вон там находится удобрение. Я не знаю, как они чувствуют, но корни тянутся вниз к этому депо удобрению, которое заложено там в глубине. Когда там удобрения не закладываешь, основной плодородный слой почвы находится сверху, 5-7 сантиметров. И корневая система пытается что сделать? Расползлись, чтобы взять вот эти удобрения. Весной, когда есть влага, это нормально, она их берет. Но начинается лето, верхние слоя почвы высушиваются, и самые крепкие корни, которые собирали влагу сверху, и питательные вещества, они просто пересыхают. Растения начинают увядать. И вот эта технология стриптил. Во-первых, мы закладываем удобрения. Во-вторых, если почва поля необработанная, закрыта стерней, пожниванные остатками, соломой мелкоизрубленной, под ней все время влага. А вот эти полосы, стрипы, они черные остаются, они быстрее прогреваются, земля созревает. И люди могут выйти до двух недель раньше сеять. Здесь, рядом в необработанной почве еще прям грязь, влага очень много, человечки лазят там, супер благоприятная среда. А вот эти черные полосы, они уже высохли, и можно посеять. Она прогрелась почва. Понимаете, о чем я говорю? Ты на 10-15 дней раньше посел, ты взял на 10 дней раньше больше влаги, это уже залог успеха. Это уже залог успеха. Вот эти технологии. Мы делаем дифференцированное внесение удобрений, и эти удобрения отрабатывают на 100%. Вот это современные технологии. Это уже технология завтра. Это стриптил-культиваторы, которыми мы занимаемся. Это стриптил-культиваторы Масей, Фергюсон, стриптил-культиваторы, Етер. Ну вот мы их предлагаем. Это те, которые стриптил, стрипы делают. А внесение кассов, ЖКУ, внесение сухих удобрений, внесение беззодного аммиака, это агрегаты, блюджет. Тоже, это все американская техника. Сеялки. Масей, Фергюсон, сеялки, матерма, поздравляют сеять по наутилу, по необработной почве. Они прекрасно, на любую глубину закладывают и семена, и удобрения. В этом году, то, что мы эксперимент проводили, человек по гороху, прямо по зеленому гороху, я вам видео, потом поделюсь, когда вот в такой стоит уже горох по колено, идет сеялка, сеет семечки, семечку сеет. Горох как покровная культура был, да? Совершенно верно. Только перед тем, как они его сеять, они его, перед тем, как сеять семечки, они его накрыли гербицидом, они посеяли, и через 10 дней горох потух, и начались сходы. Тут очень много получилось клубниковых бактерий, азота, почва насыщена и влагой, и удобрениями. И сеялка прорезала? Вот этот вот весь слой, я, честно говоря, немножечко переживал, думал, получится, не получится. Вот все полностью прорезало, заложило на глубину 8 сантиметров в идеале. Абсолютно идеальная была глубина. Вот так вот. Потому что, вот, допустим, сеялки, те же самые, Сей Фергюсон, они работают по технологии Precision Planting. Это уже, опять же, система высева завтрашнего дня, когда идет не механическая привод высевающих аппаратов, а электрический. На сеялке стоит свой радар, который определяет свою скорость движения. 8, 10, 12, 12,5, 12,1 км в час. Если ты поставил норму 55 тысяч семян положить, ты положишь ровно 55 тысяч семян. Даже когда стилка заходит в повороты, допустим, широко захватно 8 или 16 рядков, начинают заходить в повороты, электронные, электрические системы высевающих аппаратов, они вот здесь занижают скорость, но соблюдают расстановку через 22 см. Вот здесь, наоборот, ее ускоряют. Это все происходит в автоматическом режиме. Отсюда можно и скорость держать, там не 8, а 10, 12, 15, до 16 км в час. Потом дальше, что опять же эти селки могут делать с точки зрения дифференцированного внесения удобрения. Значит, эта селка, она идет, у нее на каждый сошник стоит свои тензодатчики, которые проверяют плотность поля и стоят свои гидроцилиндры. То есть, засадал глубину 8 см, она идет, заезжает на колею от опрыскивателя, от комбайна, еще от чего-то, она мгновенно понимает, что здесь уплотненный слой и гидравлика, и там доли секунды, она такой, пух, и додавливает туда эти 8 см. Всегда положено одинаковую глубину. И после этого, когда механизатор, допустим, отсидел клетку поля, флешку вставляешь в монитор, ну такой большой, и вытаскиваешь, у тебя получается карта плотности поля. Ты прям видишь, зеленое, это хорошее подготовленное поле, желтое, где уже уплотненное, и красные полосы, мы их видим вдоль посадок, линии, где переуплотненная почва. И опять же, шагая дальше, ты когда начинаешь эту почву поднимать или что-либо с ней делать, ты в тех местах, где красная, ты можешь чуть поглубже узнать глубокорыхлитель или плух и так далее, чтобы взрыхлить его. То есть съелка работает как лаборатория? Съелка работает как лаборатория. Она создает свою карту поля. Мало того, что она идеально расставляет семена, она еще создает свою карту плотности поля. Техническое задание на подбор техники дает, наверное, не инженер, а все-таки агроном. Агроном говорит, мне необходимо на этом поле обработать почву на глубину 15 сантиметров. И чтобы получить вот такую вот структуру почвы, такую-то тонковатость, такую-то взрыхленность и так далее, такую-то выровненность. Вот он такую задачу дает инженеру. Инженеры начинают подбирать для этого шлейф техники, которая идет за трактором. Это может быть культиватор, это может быть плух, это может быть глубокорыхлитель, это может быть дисковая барана, либо некий комбинированный агрегат, который за один проход тебе и глубокое рыхление сделает, и продискует, еще и прокультивирует, подготовит под посев. Такие тоже агрегаты есть. И естественно, ко всем требованиям подстраиваются производители техники. Потому что, если вспомнить, там, 10, ну, не знаю, 25-30 лет назад, что у вас было? Плух, и там барана какая-то. Все, больше ничего не было. Сейчас величайшее множество барон, плугов, культиваторов, дискаторов, глубокорыхлителей, комбинированных агрегатов и так далее, и так далее. И производители техники стараются, как раз, вот идти в ногу за пожеланиями рынка. Они не меняют каждый день линейку, безусловно. Они, если выпустили плуг, то дальше уже идут качественные доработки плуга. То есть, меняются всевозможные углы атаки, чтобы меньше было расхода топлива на том же самом тракторе, который у тебя тащат. Они меняют, применяют более современные сплавы, чтобы износ, там, контактирующих с почвой рабочих органов был минимальный, чтобы охотал как можно дольше. Пускай немножко подороже, но оно работает год, два, три, без замены. По Григоар Бессон. Григоар Бессон традиционно считается такая надежная, классическая техника. Если ты хочешь качественно вспахать, ты купи клуб, клуб Григоар Бессон. Если тебе нужно поднять залежные земли, приходи, покупай тяжелые дисковые божные, с диском до метра, до метра высотой. Кустарники, там, березки, деревца до 10 сантиметров, это все перерабатывается. Если ты хочешь более интеллектуальную поверхностную технику, Григоар Бессон тоже может это предложить. Это всевозможные там ущельники, дискаторы, поверхностные обработки почвы, которые там за один проход по стерне тебе грядку делают. Комбайн отработал, заходит дискатор, прошел, после него можно сеять. идеальная, он на глубину там 8-10 сантиметров создал там идеальный слой мульчи, на ту же самую глубину вышел, посеял, все. Тяжелый трактор это и неплохо, и нехорошо. Легкий трактор тоже неплохо и нехорошо. Максимальное стремление, тоже все до одного Григория хотят получить оптимальное давление на почву. Если у вас будет избыточно тяжелый трактор, вы передавите почву, переуплотните ее, будут проблемы. Если у вас трактор слишком легкий, то он не сможет работать с теми агрегатами, которые сзади. Он будет пробуксовывать, будет идти проскаживаться и перерасход топлива, как следствие. Поэтому балластировка трактора это, пожалуй, одна из самых важных задач, которые сегодня преследует инженерная служба во всех хозяйствах. Именно балластировка. Трактор должен работать и на севе, быть максимально легким, чтобы весной не подавить почву. И когда он выходит в осеннюю тяжелую обработку, основную обработку почвы, трактор должен быть достаточно тяжелым, чтобы смог тянуть тяжелые агрегаты за собой. Трактор Амос и Фергюсон, они в базовой комплектации достаточно легкие. Я бы даже сказал, с избытком легкие. Именно. Когда вы сняли все балласты, машина легкая. Зацепляешь сейлку, она идет весной, у тебя ни калии, ничего не остается. Трактор легкий, классный. Выходишь осенью, ты добалластировал, завесил балласты наперед, увеличил балласты на колеса, догрузил там где-то сзади, впереди можно еще довесить. Трактор, чтобы понимали, допустим, базовая комплектация трактора, вес 13 тонн, а балластируется до 22 тонн. Это конструкционно заложено, что трактор такой балласт, неся на себе, выдерживает. Выдерживает раму, выдерживает там узлы, агрегаты и так далее. Вот этот диапазон у Массей Фергюс он без лишней скромности наверное самый широкий из всех представленных линейки тракторов других импортных производителей. Еще раз, от 13 до 22 тонн, почти в два раза. Он может быть и супер легким, и может быть супер тяжелым. Вот это есть, это наша гордость. Экономичность топлива актуальна сейчас наверное как никогда. Каждый год плюс 10, плюс 15 процентов топливо растет. И поэтому стараться экономить сейчас стараются именно на мощных тракторах. То есть маленький трактор он не сможет потратить 25 литров на гектар. А трактор с мощностью 300 плюс лошадиных сил вот здесь идет самые большие затратные части по галючосмазочным материалам. Поэтому на наших тракторах мощностью 300 и выше лошадиных сил производители устанавливают варио-трансмиссии. Это как прорывные уже технологии. Они появились достаточно давно. Масло начало использоваться не так давно. В чем преимущество этих варио-трансмиссий? Это необычный там пауэршифт либо механическая коробка. Задача этой трансмиссии ты выставляешь определенную скорость и глубину движения. Ну, обработки поля. Допустим, скорость 12 км в час на глубине такой-то. Трактор выходит, двигатель выдает свою номинальную сначала обороты, допустим, 2100 оборотов. И если двигатель понимает, что ему легко, он начинает снижать, снижать. Он не переключает передачи, как на коробке, Допустим, 2100 оборотов, и пошла там первая, вторая, третья, 24-ая, 25-ая, он их крутит передачами. А обороты двигателя остаются всегда одинаковыми. Расход топлива фигачит, даже на легких работах, будь здорово. Здесь же нет. Варио-трансмиссия на тракторах Массифир Юсен позволяет работать двигателю в режиме максимального крутящего момента. 2100 идет базовая, потому что снижать, 1800-1900, до 1400 оборотов вниз. А чем меньше оборотов, тем меньше расхода топлива, тем меньше идет износ двигателя. Меньше раз поршень пройдет по цилиндру. Это тоже очевидно. И экономия между, допустим, механическими трансмиссиями, автоматическими трансмиссиями и варио-трансмиссиями доходит до в два раза. Если ты пашешь, допустим, на примитивной устаревшей коробке с плугом, у тебя расход получается 25-28 литров на гектар, то когда туда же, с этим же самым плугом, на ту же самую глубину приходит трактор с варио-трансмиссией, расход топлива падает до 15-14-13 литров на гектар. А вот она вам и разница. 25-28 и 13-16 литров на гектар. Практически в два раза. И это допустим, только вспашка. поле за сезон обрабатывается, ты его должен два раза продисковать, один раз пахать, два раза прокультивировать, пять раз должен пройти трактор. И на каждой операции экономия в 20-30-40-50 процентов по топливу в год выливается просто в миллионы. Просто в миллионы. трансмиссия Vario безусловно. Это номер один. Это номер один. Это действительно продвинутый. Это трансмиссия сегодняшнего, уже сегодняшнего и завтрашнего дня. Сейчас это очень-очень актуально. Это экономия топлива. Это простота. Многие говорят, что Vario трансмиссию тяжело там отремонтировать. Vario трансмиссию, заявляю официально, отремонтировать гораздо легче, чем любую автоматическую полуавтоматическую трансмиссию. Гораздо легче гораздо дешевле и быстрее двигателя двигателя сейчас более экономичная то есть допустим вот сейчас пришли все системы common rail это система впрыска топлива сейчас за период сжатия гидроцилиндра происходит до 7 впрысков топлива за долю секунду отсюда естественно меньше расход топлива это очень важно и больший ресурс цилиндропрошневой группы ресурс двигателя это тоже технологии которыми идут дальше сейчас нас мощные трактора опять же оборудование с системой adblue мочевина это экология из выхлопной трубы трактора масса фирвиса можно дышать вот вот прям задают серьезного вот это adblue система она позволяет тем минимальным выбросы вредных веществ в атмосферу ну да и все системы автоматического вождения автопилотирования система программирования входа-выхода в разворотные полосы и так далее тоже большая экономика трактор сам подсказывает механизатору как ему правильно развернуться чтобы зайти в загонку максимально оптимальной траектории чтобы как можно меньше было холостых пробегов это уже автоматически установленная на трактор не нужно что-то еще докупать нет это мы сейчас завозим стандартная комплектация трактора 7 8 серии это стандартная комплектация плюс шины те же самого тоже низкого давления когда рабочее давление в колесе 0 8 1 2 атмосфера это увеличивает как бы площадь соприкосновения колеса с почвой больше опора и соответственно меньше давления на квадратный сантиметр почвы вот вот эти вот вещи значит по сеялкам естественно в сеялке самое важное это если создал норму определенную высева ты должен выдержать и положить на определенную глубину поэтому приносит все системы precision planting который позволяет сингуляцию давать 99,4 процента сингуляция это качество расстановки семян по полю то есть ты задал 55 тысяч семян должен быть он на гектар высеет на расстояние там 22 сантиметра на глубину там 4 сантиметра чтобы там не попали двойники не было просевов вот сеялки 99,4 процентов точности дают которую потом тарик с монитора считывается на котором показано каждый двойничок который был где-то проскочил случайно ну естественно любую технику ты покупаешь она должна привести к одному к снижению себестоимости урожайности это номер один от него же вытекающие минимальные простои минимальный расход топлива минимальные затраты на обслуживание и используем минимальное количество персонала то есть задача это минимизировать себестоимость врачной продукции что бы я посоветовал сразу же купить ну для того что допустим если у тебя есть сегодня там тысяча гектар и ты не планируешь перерастать ты рассчитываешь из того что у тебя есть планируешь себе допустим 1000 гектар достаточно трактора там 200-240 лошадиных сил чтобы он закрывал тебя по всем работам ты им и посеешь и прокультивируешь и продискуешь и вспашешь все сделаешь все вот я так считаю что это будет правильно сделать выточно acquaintов обязательно вот это обязательно сейчас навигация тоже не отдельная часть это уже неотъемлемая часть экономия топлива это неотъемлемая часть просто неотъемлемая часть и чтобы трактор даже такими на ли вещи как освещение трактора работать нему ничего вот мы поставляем нас на тракторе 18 комплектов оптики фар трактор ночью уходит самую глухую ночь без луны у тебя вокруг в радиусе 300 метров все как на ладони видно как днем по гидравлике важно что у трактора стоял современнейшая гидравлика с высокопроизводительной закрытым центром обязательно с линиями там power beyond ls безнапорным сливом и так далее так далее это очень важно потому что если ты сейчас не используешь цивную технику с этим мерами то поверь завтра через год через два не те придут а трактор у тебя будет 10-15 лет работать а вот если покупаешь трактор лучше сразу взять хороший потому что он будет много лет а под него же смотреть по своей технологии там такую-то селку такой-то там культиватор какой-то дискатор плуг если он нужен либо глубоко раклик разнесением удобрения и так далее так далее но именно лошадиные силы должны быть надежные надежные на много лет и экономичные это очень важно а а а а а а а а а